Еще один инструмент, это уже бесплатный вариант, это сервис WI. Он, кстати, может присутствовать у вас на компьютере в разделе программы. И с ним можно работать не только в режиме онлайн, но и прямо вот в самом компьютере. Это продукт Microsoft. Для того, чтобы в нем работать, нужно иметь учетную запись Microsoft. Но если у вас инцидентная версия установлена, у вас наверняка она есть, и вы знаете от нее пароль. Но если даже нет, можно зарегистрироваться еще раз. Итак, для начала регистрируемся, там все очень просто, по адресу электронной почты придумываем пароль, а дальше начинаем работать. Этот сервис был создан для создания информационных материалов и презентаций, как утверждают создатели, за несколько минут. Можно загрузить внутрь этого сервиса публикацию, например, презентацию, и сделать из нее статью. Либо просто презентацию сделать мультимедийной, добавить туда разные объекты мультимедийные. Тут две кнопочки создать и начать с документа. Если у нас уже есть готовая презентация, можем загрузить ее. Если нет, то начнем с нуля и получим белое поле, в котором будем опять через кнопку «плюс» выстраивать наши блоки. Ну, давайте посмотрим, как это все работает. Вот у меня была презентация про мобильное устройство в библиотеке, я ее загрузила, и мне сервис предложил вот такое оформление автоматом. Если оно мне не нравится, то вот можно с правой стороны выбрать другой вариант оформления. Тут опять-таки, что называется, все подумали за нас. То есть там каждую буковку здесь не настроишь, здесь есть уже какой-то шаблон для оформления. Вот из этих шаблонов и выбираем. С одной стороны, хорошо, что это быстро, с другой стороны, может быть, и не очень. Дальше. Выбираем стиль оформления, как будет это все выглядеть. По вертикали это будет просто статья, ну, как обычно. По горизонтали это будет та же статья, только она будет листаться в горизонтальном формате. Ну и слайды это просто как презентация будет листаться. Вот такие три формата нам здесь предложены. Это вариант с конструктором. То есть вот сейчас у меня вкладка конструктор открыта. Это если я загрузила уже что-то готовое. И здесь внутри, конечно же, можно все стирать, удалять, добавлять что-то свое и как-то менять все это. Если я загружаю блоками, то лучше работать во вкладке история. Опять-таки плюсик. И я отдельными вот такими блоками, карточками буду добавлять сюда контент. Ну вот первая у меня, допустим, текст будет идти с картинкой. Дальше. Третья карточка у меня картинка с изображением. Сюда я могу какую-то подпись добавить. Следующая карточка просто текст. И так далее. Вот так блок за блоком через плюсик добавляю элементы. Какие здесь можно добавить элементы? Ну вот здесь кроме того, что можно добавлять тексты, картинки, здесь много интересного мультимедиа есть. Например, можно добавлять внедрённые объекты. Ну, например, презентацию вставить, если она где-то у вас опубликована. Игру какую-нибудь добавить. Все это через код вставляется и как отдельный кубик работает. Дальше. В разделе группировка тоже много интересного. Здесь можно по-разному оформить картинки. Ну, например, можно сделать картинки в виде сетки, в виде слайдера сравнения. Я вам уже показывала в одном из сервисов, когда там одна картинка до, вторая после. Их можно так шторкой в одну и в другую сторону двигать. Дальше. Можно ряд сделать. Это очень интересно. Когда картинки в виде карточек, ну вот как колода карт рассыпается и по одной показывается. Ну и обычное стандартное слайдшоу здесь тоже есть. Повторюсь, оно бесплатное абсолютно, это приложение. Никаких ограничений нет. Работает с презентациями и с большим количеством медиафайлов. Поэтому, ну и на русском языке. Плюс здесь очень хорошая справочная поддержка. Вот я зашла в справку и здесь вот такие красивые картинки. Здесь все подробно написано. На что нажимать, как добавлять, что делать. На выходе мы получаем ссылку и код. И можно делиться и на сайтах, и в блогах. Более того, здесь есть еще большая зеленая кнопка поделиться. Она позволяет пригласить людей для изменения документов. То есть, по сути, организовать совместную работу. Когда у Microsoft спросили, не убьет ли их новый онлайн сервис PowerPoint, они сказали, нет, ни в коем случае. Это два инструмента, которые позволяют работать. Только PowerPoint работает оффлайн, а SWAI работает онлайн. И позволяет создавать публикации, те же презентации, но в интересном формате. И представлять их на широкую публику. Сложно с этим не согласиться. Действительно, сервис очень приятный и простой в работе.